Ох уж этот вопрос сладостей, сладкого и всего такого. Ну, хорошо, давайте еще раз поговорим об этом, потому что этот вопрос вызывает бурю негодования, бурю эмоций каких-то, и люди страдают, прямо страдают. Говорят, нельзя, нельзя отказываться от сладкого, не дай бог, это плохо, надо себе все позволять. И вот до этого вы прекрасно поправлялись, когда вы ели сладкое, фастфуды и все остальное. А теперь вы говорите, надо продолжать есть все то же самое, только чуть-чуть меньше, и вы будете худеть. Прекрасный подход, замечательный. Хорошо, если у вас такой подход работает, не вопрос. В каждой избушке, я уже говорил, в каждой избушке свои погребушки, и каждый, в общем, как он хочет, и дело ваше. Но, давайте я расскажу про себя. Я до похудения ел сладкое, я был сладкоежкой, хотя мне многие пишут, вы, наверное, легко отказались, потому что не были сладкоежкой. Я был сладкоежкой, был, причем ужасным совершенно, я не мог себя сдерживать. Я садился вечером смотреть фильм, например, я мог съесть целую упаковку печенья, целую плитку шоколада, полтортика или там, я не знаю, ну, то есть вообще, сдерживать себя довольно сложно. И вот когда я решил для себя, что я начну есть меньше сладкого, меньше, ну, вредно есть много сладкого, причем ел это на каждодневной основе, естественно. Я понимал, я беру одну печенюшку, сажусь с кофейком, пью. А, ну, кофе же тоже с сахаром. И потом начинаются, знаете, рейды такие. Пойду еще одну печенюшку возьму, потом еще одну, потом еще одну, потом берешь целую упаковку, и все равно ее съедаешь. И вот, когда отсутствие ограничения, у людей, людям сложно съесть одну конфетку или одну печенюшку, понимаете? Мне тут люди некоторые пишут, ну, я позволяю себе все два раза в неделю. Вы очень сильные. Если вы можете позволить себе съесть одну конфету в день, например, и больше не подходить ни к конфетам, ни к печеньям, у вас пипец какая сила воли. Я очень слабый относительно вас, потому что мне намного проще отказаться от сладкого вовсе, чем видеть это сладкое, понимать, что я могу его съесть, одну штучку, но больше не могу. Это пипец как тяжело. Зачем так издеваться над собой? Хвост, знаете, как рубят? Не по чуть-чуть, а вот раз, отрубили, и все. То же самое со сладким. Но зато, когда я перетерпел 14 дней, там, или чуть больше, я вообще перестал хотеть сладкого. И это потрясающее было решение отказаться от сладкого, потому что меня просто перестало тянуть на сладкое. Притом, насколько я был сладкоежкой, меня перестало тянуть на сладкое. Поэтому, если вы настолько сильны, у вас потрясающая сила воли, вы можете позволить себе съесть одну конфету и больше не есть, ешьте, ешьте на здоровье, нет никаких проблем. Но если следом за этой конфетой последует еще одна, потом еще одна, потом еще одна. Ну, как это обычно бывает у 99% людей, которых знаю я. Конечно, я не знаю все население планеты, но из тех, кого знаю я, остановиться не могут, если позволяют себе чуть-чуть. Поэтому такая вот история. Не хотите отказываться от сладкого, не отказывайтесь. У вас, значит, потрясающая сила воли. У меня сила есть и воля есть, силы воли нет, потому что я не могу позволить себе съесть, ну, не вог раньше, позволить себе съесть что-то одно, видя большое количество, и не продолжать это есть. Тяжело. Поэтому я отказался от этих вещей, и это было потрясающее решение. Я очень доволен своим решением. Меня не тянет на сладкое. И главное, появился вкус еды. То, о чем я все время говорю. Когда я перестал есть сладкое, у меня появился вкус еды совершенно иной. Не хотите есть вкусную еду, продолжайте есть сладости. Ради Бога.